Быть женственными и привлекательными девушек в школе и в институте не учат, а ведь это тоже искусство, и ему нужно учиться. В Центре детского и юношеского технического творчества знают, как создать в прямом смысле слово фантазийный макияж и маникюр. За созданием ярких и необычных образов наблюдали Тина Копачевская и Александр Косицын. Фантазийный макияж – это оригинальный и художественный образ, который не терпит правил. Чтобы создать необычный образ, безусловно, необходимо вдохновение, говорит Наталья Клочко. На мастера визажа она учится недавно. Говорит, это дело непростое. Требует внимательности и сосредоточенности. Меня тренировали, мне постоянно говорили, что у меня там неровно, там неровно. Я постоянно, когда красила Еву, я корректировала очень много. У нас затекли руки, у нас затекла спина, но это того стоило. Ежегодно в Центре детского и юношеского технического творчества проходят конкурсы на лучший макияж, маникюр, прическу, фестивале «Мастерство юных». На этой неделе в Центре состоялся конкурс «Фантазийный макияж и маникюр» под девизом «Достигнуть успеха на пути к совершенству». Но поскольку у нас учатся дети из разных школ города и района, и цель нашего обучения – это первые профессиональные навыки в профессии визажист и мастер маникюра, то такие конкурсы проводятся ежегодно. И эти конкурсы дают возможность нашим маленьким мастерам выйти на эту сцену, нашу маленькую домашнюю, тёплую сцену, где они ничего не боятся и где они могут попробовать себя как настоящие мастера. В конкурсе фантазийного макияжа участвовало 14 воспитанниц Центра детского и юношеского технического творчества и шестеро в состязании по маникюру. Их работа оценивала профессиональная жюри – парикмахер-универсал, визажист Надежда Ковалёва, художник-оформитель Оксана Нинашева, чемпион России по подиумному фантазийному макияжу и боди-арту Татьяна Кислинская. Каждая из конкурсантов достойно выступила, удивив и очаровав жюри. Первое место в конкурсе фантазийного макияжа заняла Наталья Клочко. Она наиболее красочная и оригинально представила свою работу под названием «Палитра». В конкурсе фантазийного маникюра первое место заняла Екатерина Лихачёва. Её работа также удивила жюри. Победители получили дипломы и памятные подарки. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова